История дальше была совершенно захватывающая, это вот 83-й год, пытались бороться с этим 1154, как улучшать эту констанцию. Ничего не получалось, вот ничего. Получилось примерно в 2006-м, виноват, году, только в 2006-м году, у товарища по фамилии Бема, но, прости господи, получилось одну вторую, вот эту вот одну вторую несчастную, не ту, которая стоит в основании экспоненты, не ту, которая служит знаменателем геометрической прогрессии, а вот эту несчастную одну вторую, которая ни в какую степень не возводится, заменить на две трети. Гора родила мышь. Потом у меня была ученица, которую я как-то пытался на это дело направить, и она, в конце концов, я не буду говорить, как ее звали, это не имеет значения, вот, она в конце концов дожала вот эту всю технику, кстати, там были очень островные идеи, мне нравилось, мне казалось, что, ну, мы были на неверном пути, к сожалению, до примерно 0,9. Вот, в конце концов удалось сделать что-то типа 0,9. Но понятно, что это принципиально ни на что, конечно, не влияло, ну, там были какие-то остроумные идеи, вроде как, здорово. Вот, потом, в 2009 году вот это произошло, заменили 0,9 на некоторую константу, которую я не помню, помноженную на корень из n. Понятно, почему мне теперь не важна константа, потому что корень из n, он все равно растет быстрее, чем все что угодно. Но опять, товарищи, корень из n все-таки умножается на что-то куда-то как более быстрорастущее. Поэтому умножение здесь на корень из n это как бы прорыв, но невеликий, потому что 1,154, как стоял у биржи, в техбоке, так и стоит. Понимаете, да, в чем проблема? Вот, на корень из n смогли заменить. А дальше было так. Я немножко упустил задачу из виду, у меня уже не было учеников, которые этим занимались, и после 2010 года я перестал следить за тем, что там происходит. Но, по-прежнему, с Павксом рассказывал повсюду, как замечательный вероятностный метод, как здорово, что с помощью него удалось получить вот такую экспоненту. В марте прошлого года, 2017-го, пишет мне по e-mail один знакомый школьник из 179-й школы, с которым я уже неоднократно решал разные задачи, у нас даже публикация была, то есть такой продвинутый школьник, десятиклассник на тот момент, Захар, зовут Дмитрий Захаров, вот, пишет мне этот самый Дмитрий Захаров. Поймай, и говорит, Андрей Михайлович, мне кажется, я кое-что придумал относительно задачи про острые углы, а Юлина говорит, мне кажется, что мне удалось заменить один сто пятьдесят четыре тысячных на конец-то. Один сто пятьдесят четыре. Не вот этот вот фигнюк, а один сто пятьдесят четыре. Это он мне пишет. На примерно там одно целое две десятки. Ну, выдающийся результат, да? Доказательство тоже вероятностный метод. Я читаю все правильно. Думаю, черт, ну я вот не смотрел несколько лет, а вдруг что в литературе появилось? И начинаю гуглить. И довольно быстро нагугливаю вот ровно то, что он делает. Ну, вообще говоря, это саму в себе тоже не трагедия, потому что одно дело школьник, а другое дело кандидатская диссертация некоего венгра. Нет, ну серьезно, набул я кандидатскую диссертацию некоторого венгра 2013 года, в которой, значит, доказано то же самое, тоже вероятностный метод. Это не вся диссертация. Нет, нет, нет. Это доказательство на две странички, в диссертации там много чего еще вокруг, но классическая задача там одна, вот это вот, единственный результат. Значит, автора зовут Харанге, и ему удается заменить 1154 на 1.2. Я, конечно, все равно расстраиваюсь, потому что я думаю, а тут школьник расстроится. Я пишу Дмитрию, значит, что вот вы знаете, я тут надыбал такую ссылку, но вы не расстраивайтесь, у вас же такая идея замечательная, тут, наверное, можно то подумать, все подумать, сейчас чудо уже получится. Это я так пытаюсь заматерировать. Он так умолкает на несколько дней, знаете, на два, на три дня, ну, поймаем, если перестает писать. Он умолкает на несколько дней, а он пишет мне, знаете, что, Андрей Михайлович, а не нужна вероятность никакая. Зачем вероятность? Я, говорит, могу доказать совершенно явно, просто сделать явную конструкцию очень несложно. Сейчас я попробую вам ее рассказать. Которая говорит, что F от N плюс 2 загиданно не меньше, чем дважды F от N. Это он же не пишет. Приводит доказательства, ну, вот так уж и не вся строючка даже занята. Я читаю, вроде правильно, я послал там кому-то еще из своих взрослых учеников, кредитатов науку. И мне, да, да, потрясающе. Вот как, это 2017 год, да? Как за 60 практически лет существования вопроса, при том, что им занимались выдающиеся люди. Танцеры, бенбаум, это очень известные классики геометрии. Эрдиш и Суретти тоже классики. Суретти уже сейчас весьма солидный дядя такой, 60 с лишним лет. Вот, выдающийся классик. Как он? Никто этого не заметил, при том, им не нужен никакой вероятностный метод. Числа просто явная конструкция. Сейчас я его скоро опишу. Я виноват, я уже не буду делать никакого перерыва, потому что, ну, надо дожать просто это мероприятие. Все уже скоро кончится. Вот, ну, товарищи, вы понимаете, почему это круто? Я вот долго болтал. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, присутствующие здесь, как-то осознали, почему это уже круто. Это еще не вся история. Сейчас история еще продолжится. Но это уже круто. Почему? Что отсюда следует? По индукции нет. Ну, отсюда следует, что f от n, конечно, не меньше, чем корень из двойки в n-ой степени. А это есть 1,414 в n. Почему это следует? Ну, потому что, когда вы к n прибавляете двойку вот здесь, вот так, корень из двух в степени n плюс 2, то это то же самое, что 2 на корень из двух, извините, в степени n. Вот это f от n плюс 2, а это дважды f от n. То есть вот этому неравенству такая экспонента удовлетворяет, такая геометрическая прогрессия. Видите, да, по индукции просто удовлетворяет. Ну, корень из двойки гораздо больше, чем 1,2. И уж тем более, чем 1,154 тысячи. Сейчас, друзья, вот это понятно? Пафосное следствие. Сейчас я вас чуть-чуть развлеку, прежде чем буду это доказывать. А это я сейчас докажу. Значит, дальше, где-то, по-моему, 19-го, что ли, апреля прошлого года я организовывал на фистехе конференции. Мы собираемся выйти, обсуждаем эту тематику. Доклады, там, какие-то обсуждения и так далее. Я пригласил кучу классиков из Венгрии, там, Дьюла Катана, Белла Полубаш, в частности, вот этот вот Фюретти приехал. А это все происходит в Морте? У меня уже сверстано расписание конференции, все там известно заранее. Я бежу за камеру, говорю, ну что, выступите на этой конференции, месяц остался, давайте я вас впихну в расписание. Фюретти будет всем внук. Дам замечательный ответ, говорит, да, я могу, у меня как раз закончатся московские сборы. Мне это очень понравилось. То есть, вот, если бы они не закончились, то, может, они не мог бы. Выступите перед Фюретти и другими классиками в Венгрии, но неважно, молодец. Вот, выступил там, ну, это произвело, конечно, фурор. Один из этих классиков. Фурор этим промолчал, вот так, скромник, он такой тихий, просто дядечек. Вот, а Белла Полубаш, такой классик случайных графов, он высказался, говорит, ну, вообще, да, конечно. Если бы в 59-м году Эрдушу кто-нибудь сказал, что задача решается так, то, наверное, он бы сказал, ну, ладно, извините, я неправильную задачу поставил. Но когда спустя почти 60 лет только лишь появляется это решение, а все до того занимались чем-то другим, ну, значит, это выдающийся, конечно, результат, который как-то вот был незамечен ранее. Вот такой вот удивительный случай. Вот. Ну, а эта история имела продолжение. Немножко еще поработав над задачей, он сделал вот такую, вот, оценку. Он же, Захар, F от n плюс 1 плюс H от n. И это то, ради чего я из вас вытаскивал вторую гипотезу. Знаете, какие числа удовлетворяют равенству вот в этом месте? Фибоначчи. Фибоначчи, правильно. А из-за того, что два подряд удовлетворяют, кажется, подряд. Ну, как, два, три, пять, восемь, тринадцать, мы как раз складываем два соседних, получаем очередное. Но я вам писал, что числа Фибоначчи растут примерно как один поделить на корень из пяти, один там, шестьсот, двенадцать тысяч в степени n. То есть, еще лучше, конечно, константа, чем один четыреста четырнадцать, но все не двойка. А потом Харангель, вон там, я туда не побегу, чтобы не мешать записи. Потом Харангель, который арт в диссертации. Узнал, конечно, про эти результаты. Эти результаты сейчас опубликованы в одном из лучших журналов по дискретной геометрии. Он узнал про это дело, объединил усилия еще с несколькими товарищами, тоже, кажется, из Венгрии. И на основе той идеологии, которую придумал наш школьник, они добили задачу практически полностью. Сейчас Харангель и Герри, чем, по-моему, его зовут, тоже Венгер, умеют доказывать на основе того, что делал Захаров, без этого просто не получилось, что f от n виноват вот так. То есть задача Дашака полностью 2 в степени n минус 1 плюс 1. При том, что благодаря результату Данцера и Герри Баума мы знаем такую верхнюю оценку. И теперь зазор между ними всего в 2 раза примерно, даже меньше, чем в 2 раза. Уже никакой экспоненты между ними нет. И тут 2 в n, и тут 2 в n. Мы почти добили задачу. Такое вот чудо случилось за прошедший 2017 год. Классическая задача, 59-й год, практически, по сути, полностью решена. Вот. Моя цель сейчас, если дальше нам довольно сложно все, доказать вот это самое простое из-за того, что вот с чего все началось. Если бы не это, не было этого. Если бы не было этого, не было бы этого. Немножко, конечно, жалко, что не мы это придумали. Но уж кто придумал, тот придумал. Спасибо.